почему мышок в шоке ну пусть будет в месяц ну вот так вот так про депиляцию сказала я не буду сами ходить не мальчик плюс лазер для тела лазер для тела пятнашка у меня уходит и чё еще ну вот продукты осталось получается продукты и проезд и на всякие случаи это скажи те на непредвиденные расходы должно быть сильно мне кажется деньги там если не дай бог заболел человек еще что-то вот и считайте сколько мне надо ну примерно так но можно конечно поменьше я могу меньше когда понимаю что с деньгами не все так легко и просто идет могу себе где-то что-то чуть-чуть ущенить хочу ручьи не люблю это делать облаке бикини начинается на массаж не ходишь призрак вообще-то хожу ты представь я забыла но у меня плюс мама массажистом работает на очень хорошо массажист вот поэтому косметолога я хожу на чистку не настолько сегодня реально не очень много господи я не верю неужели адекватные мужики в эфире сидят я прям сплюну вот не платежи 100 тысяч будет просто знаете чего я не понимаю искренне не понимаю когда люди в частности мужчины женщины говорят про какую-то меркантильность какая меркантильность уже в двадцать первом веке не мы выбрали жить в материальном плане в мире в таком сейчас элементарно чтобы у тебя была крыша над головой тебе нужны деньги ты должен либо свое жилье иметь но сами знаем сейчас это дорого у нас больше 100 берет в ипотеку либо в рассрочку есть люди которые за наличку покупают в частности если кто-то даже переезжает другой город ты плачешь квартиру ты снимаешь квартиру у тебя должны быть деньги на это коммуналку тебе нужно кушать каждый день тебе нужно реально питаться и в лучшем случае ты должен хорошо питаться у тебя должны быть деньги на проезд иногда хотя бы себя одевать обновлять свой гардероб не дай бог заболел должны быть деньги на лекарства хотя бы что-то минимальное там я не знаю хотелку условно говоря там позволить себе сходить там покушать где-то вкусно хотя бы иногда не каждый день типа о какой меркантильности речь мы живем в таком мире в таком времени что без денег никто не выживет просто не выживет человек не сможет существовать без денег не сможет он не сможет питаться и кушать элементарно мы такие существа люди что мы без этого не выживем не проживем к сожалению все понятно со стороны мужчина столько сейчас будет знаете как у меня почему-то я вот такая что в отношениях что в дружбе вообще в любом взаимоотношении будет мужчина и женщина я когда общаюсь если брать вот я всегда типа по максимуму даюсь косметику вот как что как что забота поддержка в первую очередь это очень важно ласка женская все как должно быть но косметолога я имею ввиду как бы это и дри спасибо больше за ростик этим приятно я хожу косметологу условно говоря чистить лицо чистку лица делать типа чистят у меня руками чистить либо лопачками либо ультразвуком делать там пилинги пилинг это чтобы понимали просто маску на лицо накладывают какую-то различные маски и все то есть все косметологу я хожу это депиляция плюс чистка лица если ничего не колю никогда не колола чтобы понимали мне 21 год и ни разу жизнь волосы не красила мне даже видно что корни своих ну типа ни разу не красила волосы и разу себе ничего не колол и слава богу как бы меня очень многие девочки провоцируют пошли косметологу губы наколем там ботокс вставим очень многие на это провоцируют но я пока не поддаюсь я кончила фиг будет поверь чё будет фиг поверь и философы хрен его постичь папа утренний омлет будет конечно я очень вкусно готовлю нереально вкусно готовлю инфинити привет я тебе покажу чё я вчера делала ночью до ночи мне делать нечего печенюшки я вчера выпекала вкусная господи нет будешь просто как в садике с девочкой обниматься и все я вам говорю адекватные мужики которыми зарабатывать деньги я не говорю про какие-то космические цены просто хотя бы на содержание на какие-то потребности они никогда не будут говорить зачем тебе бабки 500 рублей а зачем тебе 500 рублей так много ты мелкантильная фу мелкантильная ну типа ну реально ну вы же понимаете типа адекватный взрослый мужик понимает что ты живешь 21 веки алло ну нельзя без денег прожить а что делать вам жевать на помойке жить типа нет не хочется такой у нас жизнь одна все-таки хочется максимально комфортно прожить какие я просто сюда захожу мне так смешно становится я не воспринимаю себя с таких что вы понимали сегодня с близкими и с мамой ездила в кафешку мы давно просто не виделись мама постоянно работать я тоже посвятилах а привет мы пошли вкусно покушали посетили пообщались ко мне заходит чувак один каждый день пишет алин покажи свою маму ты номер своей мамы и нужен взять и ей нужны внуки он с полной серьезностью пишет типа линдом сумму давай номер своей мамы давай номер своей мамы например вот девушка есть ну молодец должен знать куда тратить свои деньги мало для нас я хотел куда женскую захотел почему бы нет арабский мужчина ты здесь санкт-петербург а почему тебе не к нам такой непонятный как тебе обращаться буковка привет подключайтесь к разговору я холостой вот я я не знаю типа вы ответите честно или нет вот давайте на совесть по чесноку кто сколько зарабатывает у меня каждый месяц по разному ну а как его назвать если у него арабский никнейм я смотрю какие то есть ли довериями ну да конечно за каждую копейку не хотелось бы отчитываться у меня каждый месяц по-разному бывает вот реально у меня месяц я могу на проектах на блогерских там условно говоря сотку поднять а могу в месяц 30 сделать то есть нестабильно немножко то есть по-разному и когда уже стабильность у меня скочит то уже такой смешно не надо что-то делать ну а сейчас сколько в среднем есть самый чем вы занимаетесь скажите мне просто интересно но такой по чесноку давайте без вот этой вот лапши который я потом есть буду ладно вроде адекватные нормальные пишите я на дух пошел ну это звучит правдоподобно понимаешь что ты пашешь на двух работах и то что ты столько зарабатываешь я верю тем более если это брать столицу или такие крупные города миллионники я знаю что можно там заработать реально знаю условно говоря знаете когда семьей считали мы пробовали на троих на троих жить месяц за сотку вообще-то мало на троих вот реально считали у вас можно ли уложиться за эти деньги специально просто откладывали и проверяли нет это надо прям считать в магазине так со списком ходить сколько ты денег может себе позволить потратить на продукты не не взяв ничего лишнего абсолютно с полки даже если там захотелось какие-то чипсы это общение чем где-то работаю с каком городе призрак олигархи собрались бы строительными работами столько-то по стрельбе и вождению серьезно прикольно я хочу в москву где ты живешь контракта 300 тысяч калуга хочу в москву а где ты живешь с сибирска в сибирске разве нельзя заработать хорошо меня с грозного да я так и подумала там вас красиво говорят не знаю как вы считаете но и что то что любая себя уважающая девушка не будет направо и налево давать свои номера телефона нет ни одного человека так ну-ка сел на жопу ровно сиди со мной понял пока он не пишите дам пока с кем можно больше заработать можно ни одного человека из бига нет номера телефона ни одного ни одного я никогда никому не дал свой номер телефона никогда и типа знаешь когда заходит ты пишу там алину меня миллион долларов в кармане до месяца номер чища напишу но что не смешно пацаны скажите но не смешно сергей неженатый привет вот как ты ярко свою позицию отстаиваешь вообще молодец молодец заехал такой снег на его такой когда не говори никогда не ну я муж коммунтенцию номер телефона но я не знаю служить надо это надо реально стараться потому что извините спортсменка образованная за собой следит и стирает убирают и готовит еще всяким вот тут тут сказочникам свои номера телефонов давать да щас прям а заслужил а как же ухаживать а как же добиваться аляулю куку даже подписку не просил и не говоря номер телефона вот кстати да и на самом деле это цепляет цепляет в том плане что значит то что эти попрошайки знаешь как голодного края как будто бы ты там какой-нибудь чувак учится в седьмом классе началась биология и там женскую грудь кто-то впервые увидел как все там трясучка начинается у людей спасибо больше за розочки вот видишь я не прошу ты делаешь вот вот это вот мужчины пахнет даже через карантин фоном понимаете вот но он же старался придумал прорабатывал план понимаете это ты понимаешь пишут пацаны либо край мужики мужчины все такое не позволяют в том-то и дело вот реально у меня чтобы понимали я здесь сидела год назад один месяц и мне парень один закрыл план точно 30 рублей вот он просто зашел написал то что ему понравилось помог мне закрыть план он его закрыл сам полностью и ничего от меня не просил а есть те которые ничего не кидают и выпрашивают что-то тебя там я не знаю там номер телефона там вообще там приезжай ко мне там туда-сюда или которые обещают это понемни звонок и сейчас свой кошелек покажу или которые там скинут одну розочку потом сидят клянчат у телефон выпрашивают у тебя там манипулировать начинает вот как вы думаете что больше может привлекать